Добрый день, уважаемые студенты! Мы с вами продолжаем рассматривать историю письменности. В предыдущей лекции мы с вами рассмотрели историю испанского алфавита. Сегодня мы говорим с вами о достаточно интересном явлении письменности. И хотя это явление письменности не только связано, может быть, с Испанией, но тем не менее мы с вами рассматриваем явление, которое называется аджам, а по-испански оно называется альхамьяду, и мы рассматриваем сегодня с вами именно испанский аджам. Все это явление тесно связано с мусульманством. И для того, чтобы правильно понять, почему оно возникает в Испании, кратко я должна вам сказать историю появления ислама в Испании. Средневековый историк Аль-Табари, он был по своему происхождению связан с мусульманской культурой, и годы его жизни, 839-923, он описывает в своих трудах такие традиции, ссылаясь на слова халифа Усмана. Это зять пророка Мухаммеда, который жил в 573-656 годах, цитируя пророк халифа Усмана, что дорога в Константинополь должна проходить только через Испанию, и если завоюют Испанию, имеется в виду мусульмане, то вы разделите награду для того, чтобы завоевать Константинополь. Однако ученый Вальтер Каэгги, он родился в 1937 году, он очень известный историк и исследователь именно византийского периода истории, профессор истории Чикагского университета, говорит о том, что то, что описывает Табари, это сомнительные традиции, и он говорит о том, что завоевание дальних западных пределов Средиземного моря мотивировано не столько желанием обладать Константинополем через территории Испании, оно как раз мотивировано достаточно сложными военными, политическими и религиозными соображениями. И он говорит о том, я сейчас ссылаюсь на Вальтера Каэгги, что никак не связано завоевание Испании мусульманами с тем, что им не удалось завоевать Константинополь в 678 году. То есть у них были свои собственные причины, они не были связаны с Константинополем. Неизвестно, что именно произошло в Иберии в начале 8 века. Есть современный данному периоду христианский источник, он называется Хроники, и он заканчивается 754 годом. Считается, что это надежный источник, но он часто может быть достаточно расплывчатым. Вот в этом источнике Хроники не очень понятно, что же все-таки происходит в Иберии в начале 8 века. На описание данных событий нет и мусульманских отчетов. И поздние мусульманские отчеты, они уже датируются 17 веком. Естественно, что они уже отражают более поздние идеологические влияния. Нехватка ранних источников мусульманского завоевания Испании означает, что очень сложно сейчас сказать истинные причины того, как мусульмансы появляются в Испании. Известно то, что аммияды берут под свой контроль Испанию, и они ее завоевывают у виздготов. Виздготы правят Испанией порядка 300 лет. Когда происходит мусульманское завоевание, правящая верхушка виздготов очень быстро начинает терять контроль над населением. И у них было очень много проблем с преемственностью и сохранением власти. Частично это было связано с тем, что виздготы составляли лишь 1 или 2% от всего населения. И, конечно, население восстает против того, что происходит мусульманское завоевание. Но они также против и правления виздготов. По ряду некоторых исторических источников правителям в это время, смутное время для Испании, был король Родерик. Но и это является спорным утверждением. Неизвестно также, как именно король Родерик становится королем. То есть способ его восхождения на престол тоже историкам неясен. Есть документы, которые говорят о том, что его предшественник Витиза имел сына, которого звали Аттила II. И именно он должен был вступить на престол. И непонятно, как там оказывается Родерик. Есть более поздние описания царствования Родерика данного периода. И там как раз описывается, что к власти приходит Аттила и никакого Родерика там не было. Все это связано также с гражданской войной, которая начинается в этот период в данном регионе. Есть монеты. И вот эти нумизматические данные говорят о том, что королевская власть в данный период разделяется. Аттила остается королем Тараконсенса. Это регион бассейна Эбро. А Родерик становится королем другой территории. Хроника 754 года, о которой я только что вам рассказала. Она описывает Родерика как узурпатора, который добивается обманом своего положения. Но эти описания считаются все-таки менее надежными. Хроники Альфонса III конца IX века, они описывают несколько другую картину. И поэтому все равно остается до сих пор непонятным, что же там произошло. Вместе с омиядами приходит ислам. Он приходит сразу же с первых моментов завоевания. И это происходит в VIII веке. В начале XII века мусульманское население Пиренейского полуострова насчитывает 5,5 миллиона человек. Мусульмане называют эту территорию Аль-Андалуз. Среди мусульман арабы, берберы и новообращенные коренные народы Пиренейского полуострова. Потом в Испании начинается процесс реконкиста. И христиане продвигают свое влияние с севера. И мусульманское население постепенно сокращается. В конце XV века реконкиста достигает своей кульминации. И добивается падения гранады. Гранада это последний оплот мусульман на территории Испании. В этот момент общее количество мусульман в Испании сокращается. И составляет примерно 500 или 600 человек. Получается, что реконкиста все равно добивается своих целей. Половина мусульман, которые еще остаются на территории Испании, они проживают еще в Гранаде. А позже Гранада, которая сначала была независимым мусульманским государством, присоединяется к короне Кастилии. Порядка 20 тысяч мусульман проживали на других территориях Кастилии. Большая часть оставшихся на территории короны Арагона. Получается, что в Кастилии тоже начинаются процессы. И по разным оценкам от 200 тысяч мусульман до 2000 мусульман были насильственно обращены в христианство. Порядка 2000 покидают эти земли. И порядка 100 тысяч погибли, либо их берут в рабство. Христиане называли побежденных мусульман мудахерами. И до завершения реконкисты им обычно предоставлялась свобода вероисповедания. Это было условием их капитуляции. Например, есть документ, который называется Гранадский договор. Он регулирует капитуляцию и гарантирует завоеванным мусульманам ряд прав, включая религиозную терпимость и справедливое обращение. Но все, конечно, не так просто. Первый архиепископ Гранады Эрнандо де Талавера пытается обратить христианство населения Гранады. Его попытки не увенчались успехом. И кардинал Хименес де Сиснерос принимает более решительные меры и начинает принудительно обращать мусульман христианство, сжигать исламские тексты и преследовать мусульман Гранады. Естественно, что возникает ответная реакция. Нарушается Гранадский договор и мусульманское население Гранады восстало в 1499 году. Это восстание продолжается до начала 1501 года. Это дает костельским властям повод аннулировать условия договора для мусульман. В 1501 году условия Гранадского договора о защите были отменены. В 1501 году костельские власти предъявляют мусульманам Гранады ультиматум. Они должны либо принять христианство, либо их изгонят с данных территорий. Большинство из вот этого населения, они обращаются в христианство, чтобы у них не отняли их имущество и их детей. Но многие продолжают одеваться в свою традиционную одежду, говорят по-арабски и тайно практикуют ислам. Их называют крипто-мусульмане или тайные мусульмане. Уранская фетва 1504 года содержит специальные инструкции о том, как тайно исповедовать ислам при внешнем исповедании христианства. С упадком арабской культуры многие жители, которые относятся вот к этой прослойке населения, начинают использовать систему письма, которая называется Аль-Хамьядо или Аджам. Это тот случай, когда костельские или арагонские тексты пишутся с помощью арабской системы письма и включают в себя также некоторые непосредственно арабские выражения. В 1502 году королева Кастильи Изабелла I официально отменяет любую терпимость к исламу для всего королевства. В 1508 году костельские власти запрещают традиционную гранатскую одежду. И после испанского вторжения в Навару в 1512 году мусульманам Навары было приказано обратиться в христианство или уйти с данных территорий до 1515 года. Мориско так по-испански называют мавров или мавританцев. И как раз это и есть та категория населения, о которой мы с вами сейчас говорим. То есть это бывшие мусульмане или их потомки, которым римско-католическая церковь и испанская корона поставили ультиматум, приказали обратиться в христианство, либо принудительно изгнали после того, как Испания в начале XVI века запрещает открытое исповедание ислама своим многочисленным мусульманским народам. Вот в этот момент как раз им появляется вот это явление письменности, которые я вам назвала как Аль-Хамьяда по-испански. Аджам, они так называются, исходя из арабской традиции. Вот здесь на верхней фотографии вы видите как раз графемы Аль-Хамьяда испанского или испанского аджама. Вот так кодируются вот эти вот звуки. И это рукописи, в которых используется арабский адаптированный скрипт, и он используется для записи европейских языков. Аджам используется для мосарабского, португальского языка. Есть аджам для языка ладино. И аджам также встречается в культуре и других народов, связанных с исламом. Согласно ученому Анвару Чейни, Аль-Хамьяду или аджам, это искаженное арабское слово, которое означает для говорящего по-арабски иностранный язык. То есть, по сути, арабы так говорят на людей, кто принимает ислам, или их родословное не арабского происхождения. Когда происходило арабское завоевание Персии, то слово аджам становится в тех местах уничижительным именно с точки зрения принадлежности к неарабской национальности. С лингвистической точки зрения Аль-Хамьяду или аджам это использование арабского алфавита для записи на каком-то другом, ну, в нашем случае, руманском языке. Некоторые люди в районах Аль-Андалуса используют Аль-Хамьяда как средство повседневного общения, а непосредственно арабский язык остается для более высоких целей. Это язык науки, очень высокой культуры и религии. Систематическое использование Аль-Хамьяда на романском языке, по-видимому, началось в 15 веке. И подавляющее большинство текстов, которые сейчас можно датировать, относятся к 16 веку. Ключевым текстом Аль-Хамьяда является сборник, который написан муфтием Сегови. У него очень длинное название на испанском. Он датируется 1462 годом. Потом Мориско запрещают, им запрещают использовать арабский в качестве религиозного языка. И они начинают использовать испанское письмо для своих исламских целей. Примером вот такого использования является поэма «Де Юсуф». Здесь описывается библейский Иосиф. У него тоже очень длинное название на испанском языке. И она написана на арагонском диалекте. Аль-Хамьяда сыграл очень важную роль в сохранении ислама и арабского языка в жизни Мориско. После падения последнего мусульманского оплота на Пиренейском полуострове Мориски были вынуждены принять христианство или покинуть эту территорию. Их заставляли принимать христианские обычаи и традиции и посещать церковные службы по воскресеньям. Тем не менее, некоторые из Мориско тайно хранили свою исламскую веру и традиции и для этого они тоже использовали Аль-Хамьяду. В 1567 году Филипп II, король Испании, издает королевский указ в Испании, который заставляет Мориско отказаться от использования арабского языка в любых случаях, формальных или неформальных, и в устной и письменной речи. И согласно этому королевскому указу использование арабского языка будет расценено как преступление. Им дается три года, чтобы они могли выучить испанский язык и письменный испанский язык, обязательно в христианской традиции на латинской основе. После этого они должны полностью избавиться от всех арабских письменных традиций и материалов. Мориско перевели в итоге молитвы и изречения пророка Мухаммеда в транскрипции Аль-Хамьяду на испанском языке, сохранив при этом все коранические суры или стихи на арабском языке. И свитки Аль-Хамьяда были распространены среди Мориско. Есть псевдоним, он переводится на русский язык «молодой человек из Аривала». По-испански этот человек в своем псевдониме зовется как Эль-Манчедо де Аривала. Это Мориско, криптомусульманский автор, происхождением из Аривало, это территория Кастилии. И это самый известный исландский автор в Испании в период после принудительной конверсии мусульман на этой территории. Он много путешествует по Испании, он посещает криптомусульманские общины, он написал несколько работ об исламе и отчеты о своих путешествиях. Вот здесь, на нижней фотографии, это страница из творчества Эль-Манчедо де Аривала. У него, сейчас я скажу чуть ниже, о его письменном и литературном наследии. Это настоящий памятник письменности и не только письменности на Аль-Хамьяду. Это еще и важные исторические документы вот об этом периоде и вообще о таком культурном явлении, какими были Мориско. Его настоящая личность и даты рождения и смерти неизвестны, но большинство его путешествий приходилось на первую половину XVI века. Из его записи известно, что Эль-Манчедо, или вот юноша, вот это его псевдоним, он родился в Аривало, и его мать приняла христианство. Как оценивают исследователи, его молодость приходится на период после окончания реконкисты. Она отмечена падением Гранады в 1492 году и насильственным обращением мусульман в Кастиле в 1500-1502 годах. Эль-Манчедо в молодости побывал практически во всех частях Испании, кроме приморских провинций. Он не может посещать приморские провинции Испании, поскольку они ему запрещены из-за того, что он является мориском. Он описывает, что он посетил такие места, как Алькантара, Альмагро, Асторга, Авила, Гандия, Гранада, Хаэн, Оканье, Рикана, Ронда, Сеговия и Сарагоса. Он сотрудничал с факихом деревни Кадреты в Арагоне, которого он описывает под именем Брейдеры Минджо. И под его руководством или с его помощью он написал «Исламское религиозное руководство, краткий сборник нашего священного закона и Сунны в 1530-х годах». Вот это произведение, написанное на Альхамьяду, в той или иной степени дошло до наших дней. На момент написания данного сборника он уже считается авторитетным писателем «Среди крипто-мусульман, в среде Мориско». Брейдеры Минджо описывает его как интеллектуала, кастильца из Аривало, и он описывает Эль-Манчеда как человека, который не только говорит по-испански и хорошо владеет Альхамьядом, но он также может читать на арабском, на иврите, на греческом и латыни. Работы Эль-Манчеду показывают его знакомство с Кураном, указывают на знания трудов Томаса Кимпийского, особенно его подражание Христу, и также показывают его знакомство со средневековым романом «Селестина». Его знакомство с христианскими трудами исследователи объясняют тем, что он был обязан посещать миссионерские проповеди. Рассказы о его путешествиях включают участие в секретной общей ритуальной молитве «Саля Джамаа» в Сарагосе, включают встречи с мусульманскими знаменитостями и проповедниками, в том числе некоторыми женщинами, и сбор милостыни для паломничества в Мекку. Пока ученым и исследователям неизвестно, удалось ли ему в конечном итоге посетить Мекку, выезд из страны для Мориско был незаконным. На протяжении всех своих работ он демонстрирует глубокую убежденность в том, что ислам – это правильная вера, и он снова восторжествует в Испании при жизни Эль-Манчедо. До наших дней доходят по крайней мере три сочинения. Это вот этот сборник нашего священного закона и сунны. Тафсира. Она датируется около 1533 годом. И краткое изложение отчета и духовные упражнения датируются незадолго до 1550 годом. Все они написаны на испанском языке при сценарии Аль-Хамьядо, то есть арабской графикой, и в основном они все носят религиозный характер. Иногда там встречаются рассказы о его путешествиях, о каких-то встречах с другими криптомусульманами и описания их религиозных обрядов и дискуссий. Эти отчеты и его воспоминания предоставляют историкам информацию о криптомусульманском сообществе в Испании XV века и их практикой. Краткий сборник нашего священного закона и сунны это работа, связанная с исламским правом, которая охватывает тему исламских актов поклонения и исламской экономики. Вот этот сборник написан в сотрудничестве с Бреем Дариминджо, и это пример редкого сотрудничества между Кастильской и Арагонской мусульманской традицией. То есть Эль Манчеда он представляет Кастильскую мусульманскую традицию, Абрей представляет Арагонскую мусульманскую традицию, то есть обычно они не сотрудничали и не общались, но тем не менее. Основная религиозная тема это его преданность и благочестие. Испанский ученый Паскуальде Гаянгос Ярсе пишет в 1839 году, что он видел еще одну работу Аль Манчеда, которая называется «Паломничество молодого человека в Мадриде», но на сегодняшний день эта работа считается утерянной и неизвестно действительно ли Паскуаль видел именно работу вот этого исторического скрытого писателя. В 1980 году испанский писатель Григорио Фонсеко Антуанье проводит свое исследование и обнаруживает очень близкое сходство между отрывками из произведений Аль Манчеда и отрывками из христианской религиозной книги «Подражание Христу» 15 века Томаса Кэмбиса. Эти отрывки адаптируются, заменяют определенные христианские контексты и заменяют на исламский смысл, сохраняя при этом духовный и нравственный смысл. Эти сходства Григорио Фонсеко Антуанье обнаруживают на протяжении всей этой книги и, как считает историк Харви, именно Кемпис и его «Подражание Христу» оказывает очень большое влияние на деятельность вот этого молодого человека и не может быть результатом случайности. Тем не менее, сам автор, который переводится на русский язык как «молодой человек», он никогда не цитировал Кэмбиса в качестве источника, он часто приписывает отрывки именно исламским ученым, например, таким, как Аль-Газали. Адаптация, как считают ученые христианской религиозной литературы в его исламском труде могла быть результатом его обязательного посещения миссионерских проповедей и отсутствия доступа к реальной исламской литературе. В отличие от вот этого краткого сборника, другие работы Эль-Манчеда демонстрируют очень большую оригинальность его как автора. Историк Харви также предположил, что Эль-Манчеда де Аревала может быть человеком, которого звали Агустин де Рибера. Он был Мориско из Аревала. И он утверждал, что он пророк. Его часто звали Эль-Моза, что переводится как парень. И сам Харви говорит о том, что его предположение тоже имеет ряд трудностей, несогласовок, которые он доказать не может. Вот этот Агустин де Рибера был арестован испанской инквизицией в 1540 году, сохранились записи его допросов. В любом случае работы вот этого человека, который скрывался под псевдонимом молодой человек из Аревала, были известны всему сообществу Мориско, и он получает в их среде широкой известности в качестве ученого. Его работы из этого копируются до конца 16 века, цитируются Мориско до начала 17 века, а потом Мориско уже полностью изгоняются из Испании. По сути, это наиболее продуктивный и известный исламский автор в Испании в период после насильственного обращения мусульман. И сегодня историки часто обращаются к его трудам и изучают его литературное наследие, для понимания культуры Мориско в данный период. Несмотря на то, что тип письма Альхамьядо существует в Испании менее 300 лет, историки узнают об этой литературе, написанной на Альхамьядо или испанском аджаме только в начале 19 века. Некоторые свитки хранятся в Национальной библиотеке Испании в Мадриде и, несомненно, являются национальным достоянием данной страны. А сейчас спасибо за внимание. Мадриде мадриде мадриде